Всем привет! Если вы мечтаете научиться читать людей словно книги или сходу добиваться расположения окружающих, вам точно пригодятся эти советы. Если вы хотите подружиться с кем-то, просто попросите человека о небольшой услуге. Молча смотрите на собеседника в течение длительного времени, если хотите выудить из него нужную информацию. Зевните, чтобы проверить, кто за вами следит. Человек выдаст себя, зевнув в ответ. Со мной этот трюк всегда срабатывает. Стопы никогда не врут, прямо как бедра шакера. Если ботинки собеседника смотрят в вашу сторону, скорее всего, вы ему нравитесь. Постарайтесь прийти первым или последним на собеседование, чтобы вас точно запомнили. Представьте, что потенциальный работодатель – ваш лучший друг, и вы будете меньше волноваться на собеседовании. Выясните, что запускает вредную привычку, чтобы реже к ней обращаться. Чтобы совсем избавиться от вредной привычки, ежедневно награждайте себя за борьбу с ней. Хотите стать успешным? Окружите себя целеустремленными людьми. Никогда не сравнивайте себя с окружающими, это поможет сохранить здоровую самооценку. Если вас оскорбляют, скажите обидчику что-то милое, это его обескуражит. Чтобы управлять своей жизнью, уверенно озвучивайте собственные потребности. Проводите свободное время с жизнерадостными и неравнодушными людьми, чтобы смотреть на мир позитивнее. Стук или резкие движения пальцами говорят о том, что собеседник скучает, испытывает нетерпение или расстроен. Если человек кусает губы, скорее всего он взволнован или напряжен. Сильно расширенные зрачки намекают, что вы не безразличны собеседнику. Вопреки распространенному мнению, лжецы могут уверенно смотреть в глаза. Если вы не хотите, чтобы люди к вам обращались, просто скрестите руки и ноги. Находясь в толпе, не отводите взгляда от точки, куда вы направляетесь. Тогда люди будут стараться освободить вам дорогу. Из-за чрезмерного использования телефона может развиться тревожность и общее недовольство. Иногда, чтобы поднять себе настроение, достаточно просто сменить обстановку. Если хотите, чтобы собеседник почувствовал себя некомфортно, смотрите на его лоб во время беседы. Разбейте основную цель на небольшие этапы, чтобы быстрее ее достичь. Если хотите заручиться доверием человека, начните копировать его жесты, осанку и выражение лица. Когда вы нервничаете или переживаете, пожуйте что-нибудь, ваш мозг получит сигнал, что можно расслабиться. Если вы часто работаете с людьми, просто повесьте за собой зеркало, они станут сговорчивее. Чтобы казаться увереннее в себе, выпрямите спину и поднимите голову. Если вы стремитесь, чтобы люди видели в вас надежного человека, поделитесь с ними небольшим секретом. Эксперты утверждают, что вы можете ощутить любые эмоции, убедив себя в том, что вы уже испытываете их. Чтобы закончить неприятный разговор, посмотрите оппоненту в один глаз, затем в другой и, наконец, на лоб. Продолжите описывать воображаемый треугольник, и собеседнику станет некомфортно. Избегайте фраз «я считаю» или «я думаю», чтобы ваша речь звучала более убедительно. Почаще повторяйте имя собеседника, чтобы понравиться ему еще больше. Сократите количество доступных вариантов, если сразу не можете сделать выбор. Позвольте собеседнику рассказать о себе побольше, и у него останутся более приятные впечатления о встрече. Натянутая улыбка отталкивает людей больше, чем ее полное отсутствие. Вдобавок ее легко разоблачить. Если улыбка не искренняя, верхняя часть лица остается неподвижной. При настоящей улыбке вокруг глаз образуются морщинки. Когда вам не хватает мотивации, уговорите себя поработать всего 10 минут. Скорее всего, вы уже не бросите начатое. Люди охотнее согласятся сделать вам большое одолжение, если сначала попросить их о чем-то незначительном. Чтобы отделаться от навязчивой мелодии, прослушайте ее от начала до конца и при этом подпевайте. Пытаясь держать отрицательные эмоции, человек может прикрывать ладонью предплечье. Люди обычно моргают чаще, когда испытывают тревогу или дискомфорт. Манипуляции с прической или одеждой характерны для тревожных людей. Делайте людям комплименты, и окружающие будут к вам благосклоннее. Юмор поможет расположить к себе новых знакомых. Если вы чувствуете, что вот-вот разразится конфликт, начните что-нибудь есть, это снимет напряжение. Вам потребовалась помощь в оживленном месте? Эффективнее всего обратиться за ней к конкретному человеку. Если подсознание настоятельно рекомендует вам от чего-то воздержаться, доверьтесь ему. Многозадачность возможна лишь когда вы совмещаете рутинные механические операции с чем-то очень простым для мозга. Ваши воспоминания отличаются от реальных событий. Вы постоянно их воссоздаете, и не последнюю роль в этом играют эмоции. Расслабьтесь. Даже если вы сегодня выглядите хуже обычного, но вынуждены отправиться по делам. Никто не заметит, что что-то не так. Вы слишком заняты собой. Не ходите за покупками в состоянии стресса. Скорее всего, вы потратите гораздо больше под влиянием рекламы. Поход за продуктами на голодный желудок таит похожую опасность. Переоценив свои потребности, вы купите больше, чем нужно. Не стесняйтесь выглядеть глупо. Окружающие полюбят вас за это. Чтобы произвести хорошее впечатление на человека, запомните его имя и произнесите его при следующей встрече. Станьте хорошим слушателем, чтобы завести друзей. Испытывая тревогу или напряжение, вы чаще смотрите вниз, чем вверх. Хотите подчеркнуть, что ваше решение было продуманным, а не импульсивным. Скажите, я решил сделать это, вместо я это сделал. Если собеседник закрывает глаза, когда подходит вашу очередь говорить, позвольте ему высказаться. Человек хочет сообщить что-то важное. Иногда люди косятся на вас во время разговора, потому что не доверяют вам или просто хотят подробнее вас расспросить. Если кто-то способен вспомнить связанные с вами мелочи, которые вы и сами позабыли, будьте уверены, вы очень нравитесь этому человеку. Собеседник точно запомнит вас, если вы скажете нечто приятное или нейтральное о его внешности, например, о глазах. Чтобы перестать чувствовать себя неуверенным и одиноким, предложите помощь тому, кто в ней нуждается. Слегка кивните головой, задавая вопрос, чтобы получить положительный ответ. Чтобы показать кому-то, что вы его внимательно слушаете, посмотрите человеку в один глаз, затем в другой, а потом на его рот. Испытывая стресс или тревогу, запишите свои мысли. Это поможет успокоиться. Когда нам кажется, что мы кому-то нравимся, мы, как правило, начинаем отвечать взаимностью. Улыбнитесь новому знакомому, и он точно вспомнит вас при следующей встрече. Чтобы намекнуть собеседнику, что вы ему доверяете, немного наклоните голову. Хотите, чтобы человек поступил нужным образом? Предоставьте ему иллюзию выбора. Поддерживайте зрительный контакт чуть дольше, чем другие люди, и вы сразу станете харизматичнее. Покажите человеку, что в споре вы готовы прислушаться к аргументам обеих сторон, и ему будет проще вам довериться. Чтобы произвести впечатление на первом свидании, подберите волнующее занятие, которое позволит обоим получить дозу адреналина. При рукопожатии ладонь застенчивого человека направлена вверх, а ладонь лидера вниз. Только те люди, что уверены в себе или ощущают собственное превосходство, держат руки за спиной. Если человек сложил руки вместе, это значит, что с ним будет очень непросто договориться. Чтобы укрепить отношения с человеком, сделайте акцент на общих для вас ценностях и идеях. Если кто-то отпускает шуточки в ваш адрес, смутите его, попросив объяснить, что именно он находит смешным. Познакомившись с кем-то, слегка поднимите брови, и у собеседника появится ощущение, что вы давно друг друга знаете. Поджатые губы могут сигнализировать о неприязни или осуждении. Руки на бедрах обычно говорят об агрессии или готовности к действиям. Чтобы очаровать собеседника, достаточно попросить его задать больше вопросов. Научно доказано, что физические нагрузки мгновенно повышают настроение. Чтобы избавиться от сильного напряжения, проводите больше времени на природе. Если вы чувствуете что вот-вот взорветесь, посчитайте до 10, а затем обратно до 1 и улыбнитесь. Записывайте собственные цели, тогда вы точно будете следовать им. Сохраняя концентрацию, не надейтесь лишь на силу воли. Устраняйте раздражители всеми доступными способами. Когда люди смеются в компании, они, как правило, поворачиваются к тому, кто нравится им больше других. Хотите заставить друга нести ваши вещи? Передайте их ему во время разговора о том, что его очень интересует. Классный трюк на случай переезда. Люди находят вас более привлекательным, когда вы совершаете незначительные ошибки и ведете себя слегка неуклюже. Чтобы усвоить информацию или навыки, лучше всего поделиться новыми знаниями с кем-то еще. Чтобы создать хорошее впечатление при знакомстве перед рукопожатием, убедитесь, что у вас теплые руки. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.